Слышат ли рижские власти голос рижан? Понимают ли чиновники, что действительно необходимо жителям нашего города? Часто приходится констатировать, что не слышат и не понимают. Поэтому вынесенный на народное обсуждение план развития городских округов это шаг в правильном направлении, но очень маленький шаг. Мы, фракция Русского Союза Латвии, его, конечно, поддержали. Но при этом мы отлично понимаем, что проблему коммуникации между рижским начальством и городом этот шаг не решит. Недавно опубликованы результаты социологического исследования, которое провела Ивета Кажука. Результаты шокирующие. В большинстве больших городов Латвии народ не верит, что власть его слышит и что можно что-то изменить. Рига оказалась в этом печальном списке. И это неудивительно, если вспомнить, как наплевательски рижские власти реагируют на просьбы вернуть навесы на остановках общественного транспорта и перестать ставить столбики на дорогах без особой на то нужды. Народ недоволен, власть его не слышит. Недовольство есть, а реакции властей нет. Для того, чтобы люди поверили в себя и стали самоорганизовываться, необходимо ощущение причастности. Рижане должны почувствовать себя не просто абстрактными латвийцами, а жителями определенного городского округа. И очень хорошо, что обсуждение плана развития городских округов этому будет способствовать. Именно поэтому мы за него проголосовали. Говоря о доверии к властям, необходимо вернуться к упомянутому мною социологическому исследованию. Как бы ни было все плохо в плане отношений власти и города, но есть и одно исключение. Это город Лепае. Результаты исследования говорят о том, что там жители верят, что их голос может быть услышан. Наши коллеги из РСЛ в этом городе в глубокой оппозиции не имеют даже представительства в Думе. И при этом у них с городской властью есть контакт. Например, они регулярно могут проводить публичные мероприятия в поддержку культур национальных меньшинств. И город этому способствует. И Риге есть чему поучиться у Лепае. Мы отлично понимаем, что если не развивать коммуникацию властей с жителями Риги, то будет продолжаться застой и дальнейшее бегство жителей из столицы Латвии. Продолжение следует...